Так, всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Очередной обзор по рынку постараюсь не затягивать. Поехали сразу к делу. Биткоин локально, часовой таймфрейм. Что мы здесь видим? Получилось все-таки у нас удержать вот это вот дно, да, условно говоря, в 45 тысяч долларов плюс-минус. И прямо сейчас обратите внимание, что мы пробились выше вот этой вот трендовой, которая является двухсотой ямашкой на часовике. Это локальная картина, это не глобальная. И сейчас, если мы закрепляемся над ней, то, в принципе, более сильный отскок имеет смысл. И кто смотрит меня регулярно, я вчера говорил о том, что вот на Femex я рисовал вот этот вот некий нисходящий канал или падающий клин и рисовал стрелочку, собственно, того, что я ожидаю. И точно это сейчас и происходит. Я не говорю, что я такой молодец, просто это происходит, и я этому рад. Собственно, лонгуем отскок. Настроение супер медвежье, как вы видите, даже все Tuzemunner уже переобуваются и думают, что надо сидеть в кэше. Поэтому, собственно, это и происходит. Вот. Держу небольшой лонг по беточку, на Femex, где, кстати, сейчас проходит турнир Trade Arena. Вот. Наша команда на 20-м месте. Ребята, респект. Вступить в нее уже нельзя, но кто вступил, всем респект. Вот мой личный PNL здесь по битку 15% и по USD 20%. Общий PNL команды 15%. Ребята, давайте поднажмем. Призы тут не такие большие, но за первое место вот 8000 долларов, за второе 5, за третье 3 и так далее. Ну ладно. В общем, видим мы отскок, но рано радоваться, на самом деле, рано радоваться. И по биткоину окей, как бы все нормально, но тем не менее доминация BTC, посмотрите, на часовом таймфрейме мы видим, что наблюдается отскок, о котором мы тоже с вами говорили, да? То есть, если посмотреть на недельный, то мы идем вниз. Но у нас тут были дивера, и мы с вами говорили о том, что локальный отскок может быть очень сильный. По аналогии с прошлым альтсезоном нас может ждать вот какой-то вот такой вот отскок, и потом только пробитие all-time low с последующим альтсезоном. Теперь по поводу альтсезона. Вы скажете, где альтсезон? У меня все альты в просадке. Значит, у вас просто не те альты, ребят. И да, сейчас иксуют новые альты. В основном ни Litecoin, ни Dash, ни Zcash, ни там даже Ripple. Особо они переписывают свои хаи. Да, из старичков, а вы знаете, наверное, что я предпочитаю торговать старичков, потому что у них есть история, ребят, понятная. Из старичков иксовали в этом сезоне только Doge, который переписал свой all-time high к биткоину в 10 раз. Из старичков иксовал ETC, который к доллару только переписал свой all-time high. И буквально там Cardano, который тоже улетел с двух центов на 2 бакса. А в остальном всякие Litecoin, Bitcoin Cash, Zcash, даже Maneer и прочее, они как бы все еще мнутся. Соответственно, к какому выводу это приводит лично меня и которым я хочу поделиться с вами? Что, да, сейчас стреляют монеты и игровой гейминговой сферы, да, всякие там сэндбоксы, всякие маны, ну не только из игровой саланы, там всякие avalanche, типа супер блокчейны. Ну что хочется сказать, что, ребят, вот после такого, посмотрите на сэндбокс, по-любому будет слив. Я это все время говорю, и это реально так будет. И к биткоину, и к доллару тут примерно один и тот же график. Даже если это еще уйдет немного выше, но потом будет очень сильный медвежий рынок, понимаете? Либо он сразу сейчас будет. Точно так же, как и по Dogecoin по 1200 сатоши. Я вам говорил, что его сольют. Вот его сливают. Он уже сколько там стоит? 300 или 400 сатоши. Салана то же самое. Очень сильно улетело наверх. Я все еще жду по ней медвежьего рынка. И вот, посмотрите, когда я рисовал, вот он как раз и пошел. То есть, скорее всего, мое мнение какое, что новые альты, вот эти запампленные, сейчас в них все залетают. Вы посмотрите, что в чатах пишут. Litecoin scam, Dash scam, Ripple scam. Расти будут сэндбоксы, галыш, малы, там, шибы. Ну, чуваки, в них сейчас все залетят вот тут по хаям, как это обычно и бывает. А дальше что будет, вы сами знаете. Их сбреют. И сбреют их примерно так же, как было по Dash в 2017 году. Посмотрите. Может быть, да, мы где-то здесь по ним сейчас, может быть. Но в целом все равно мы уйдем ниже этих значений. Даже по Dash, смотрите, кто влетал в него по 400, по 500, все равно их со временем сбрили. Поэтому я бы сейчас не лез в перекупленные альты, я бы сейчас покупал недокупленные монеты. Есть риск, что они не вернутся к своим хаям? Есть. Но, тем не менее, посмотрите, какое гигантское накопление по Dash BTC. Желтая точка на сайфере уже год сигнализирует о том, что это дно. И тут ближайшие уровни сопротивления – это там 5, 10, 15 иксов к биткоину только оттуда, где мы сейчас. То есть, на мой взгляд, среднесрочно-долгосрочная стратегия держать тот же самый Dash идеально вообще. Тем более, смотрите, если вы сравните Dash с тем же, я не знаю, Litecoin или XMR, он еще даже близко не переписывал свой all-time high. Он был-то всего лишь на 500 долларов, даже не дошел, а all-time high у него 1500-1600. Поэтому, опять же, говорю, в сравнении с Litecoin, который уже, посмотрите, переписал свой all-time high к доллару, и, скорее всего, пойдет сейчас его дальше переписывать, то также вы можете посмотреть и на Manera к доллару, тоже он, посмотрите, переписал свой all-time high. И сейчас пока падает, но, кстати, рисует хороший заходной, я думаю, что да. Даже Ether Classic, мой любимый, который является настоящим эфиром, да, то есть, это true цепь, тем не менее, он уже переписал свой all-time high, смотрите, в два раза, даже в три раза на каких-то других биржах, на Binance он ходил выше, вот. Ну, это был, конечно, прикол такой, но в целом, да, он переписал свой all-time high, то есть, high у него был вот здесь. Поэтому тут, как бы, не знаю, Ether Classic на свой страх и риск сейчас добирать, потому что он уже очень неплохо иксанул. Кто-то недавно прокомментировал мое старое видео, где я говорил про Ether Classic, он там стоил 4 доллара или 5, а сходил на 150. Поэтому вот почему я набираю сейчас Dash, набираю Lite, потому что они внизу. Вот, Ether Classic к биткоину, да, еще не переписал high, и не факт, что он его перепишет, биткоин уже гораздо дороже стоит. Но, на мой взгляд, если вы торгуете старые альты, у которых есть история, мувинги, у которых видно уже дно медвежьего рынка, то лучше набирать вот такие. Тот же EOS, кстати, который все еще, вот он был недавно по 14 баксов, он все еще стоит 3 бакса. И к биткоину он выглядит вообще как конченный скам, то есть очень неплохой заходной рисует по теории вероятности, опять же. Вот, поэтому, на мой взгляд, надо брать вот такие альты. Из таких средне-новых, я думаю, что DOT можно брать. Смотрите, он как раз спустился к биткоину на дно канала, откуда он логично, статистически может сейчас неплохо отскочить наверх канала. И DOT к доллару тоже. Мы видим, что есть восходящий аптренд, есть повышающиеся, да, пики, повышающиеся минимумы. Поэтому посмотрим, конечно, если он это дело не пробьет. Тут все хорошо. Basic Attention Token тоже мне нравится, тоже похожая картина. Посмотрите, он растет. И да, тут есть, конечно, медвежий дивер, вы можете сказать. Вот медвежий дивер, такой же, как и на биткоине на недельках есть медвежий дивер. Но о чем нам говорит медвежий дивер, ребята? Не о том, что прямо сейчас начнется картина. На недельках медвежий дивер нам говорит о том, что в течение года примерно вот по такой вот средней статистической синусоиде у нас будет в какой-то момент движение вниз. Поэтому перед этим он может выдать еще и 5 и 10 иксов. Что биткоин, что Basic Attention, что любой. Потому что, смотрите, на сэндбоксе, обратите внимание, у нас тоже с вами был медвежий дивер. Вот здесь. Он почему-то не рисуется на сайфере, но он был. После этого что мы увидели? Сэндбокс улетел. Его тоже там все медведи делили и шортили. Он улетел еще на 900%. Поэтому, ребята, медвежий дивер ничего не значит. Медвежих диверов может быть... Ну, нет, он значит, что будет, конечно, медвежий рынок, но позже. То есть, медвежих диверов вот тут у нас было 3 подряд в предыдущем цикле, когда мы росли с 1000 долларов на 20 тысяч долларов. То есть, у нас может быть еще парочку таких медвежих диверов спокойно в тот момент, пока мы будем расти еще выше. И, понимаете, потом уже будет слив. Вот. Примерно такая же картина. Ничего не поменялось, как я, собственно, всегда вам и говорил. И, ребят, хочу обратить ваше внимание на проект Dreamland Genesis. Это новый NFT-проект от мечтателей для мечтателей. Состоит он из 10 тысяч тщательной, с любовью нарисованных NFT-шек. И, как вы понимаете, любой NFT-проект – это, в первую очередь, вовлеченная комьюнити. Ребята из Dreamland Genesis делают уйма всяких прикольных штук, чтобы развивать сообщество максимально органично. И вот лишь короткий список. Встречи с разработчиками и совместная приоритизация задач. Участие в разработке собственного комикса. Бесплатные глянцевые плакации NFT для обладателей NFT. Розыгрыши комиксов и других подарков. Ранние доступы к новым коллекциям. Бесплатные минтинги. Творческие контенты, например, по графическому дизайну или по пению. В дорожной карте очень много интересного. Мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала, укрепление взаимосвязей, партнерства и взаимопомощи участников комьюнити. Сюжетная линия проекта выстроена супер детализированно. Как и следует проект, у создателей которого тащатся от комиксов. За ней действительно интересно следить. Будьте уверены, фантазию ребят хватит на то, чтобы развить этот NFT-проект во что-то действительно большее. Рекомендую почитать их сайт для тех, кто знает английский. Ссылку найдете в описании. И специально под коллаборацию с CryptoCommons ребята согласились организовать NFT-гивэвэй. Очень простой лист задач. Просто подписывайтесь на Twitter-аккаунты проекта и фаундеров и с очень большой вероятностью выигрываете бесплатный минт их NFT-шек. Ссылка на эту штуку первая в описании. Переходите по ней. 22 декабря стартуют первые аукционы на минтинге, которые будут проходить вплоть до дропа первой тысячи NFT где-то 26-27 декабря. Вот такой вот проект. Ссылку вы найдете в описании. Ну а дальше дисклеймер. Действуйте сами. По Dash, кто интересуется еще к доллару, спекулятивно, краткосрочно. Вот я рисовал сетап, что выход из падающего клина. Посмотрите, похоже, что мы выходим. Цель из падающего клина 250 баксов. Но при этом вчера я забыл отметить, что есть также трендовая вот эта голубая линия, закругляющаяся параболическая такая кривая. Можно даже сказать, что вот такая еще есть линия. Смотрите. Которую мы не удержали, и она стала сопротивлением. Получается, что Dash снова нам дает двойное и тройное дно в подарок. То есть сейчас он по логике вернется на вот эту трендовую, а потом в какой-то момент он вернется и вот на эту трендовую выше. Поэтому, не знаю, у меня по Dash очень хорошее ожидание. Тем более проект рабочий, нифига не скамовый. И то, что все его так *** сосят. Прошу прощения за это слово. Все. Это еще лучший бычий сигнал, ребята. Вот такое у меня вкратце видение. Ну, а насчет медвежьего рынка, когда он все-таки настанет, какие монеты держать, многие спрашивают. Я думаю, что имеет смысл держать биржевые токены, держать DEX токены, всякие там One and Chi, Uniswap. Понятно, там Binance Coin тоже может, конечно, сильно попадать, потому что он очень сильно вырос. Но если вы ищете второй Binance Coin, как вариант. Да, Binance Coin тоже улетел. Посмотрите, я бы его не держал на этом медвежьем рынке. Думаю, что он упадет. Но всякие KuCoin Coin, Huobi Coin, вот такие вот монеты, они еще пока не иксанули так сильно. Вот KuCoin USD, посмотрите. Он, конечно, уже переписывает high, но потенциал у него как у BNB. То есть он как BNB, когда стоил по 20. Он может спокойно улететь куда-нибудь на сотку. И Huobi тоже самое. И Ascendex токен тоже. Несмотря на то, что биржу недавно взломали и увели с горячего кошелька что-то там несколько миллионов долларов, по-моему. Тем не менее, посмотрите, где он был. Когда биржа называлась BitMax, он был вот здесь. Ссылку на Ascendex найдете в описании. И вот, собственно, вот сейчас он здесь. И, возможно, он еще сходит ниже. Возможно, он никогда не поднимется. Но на балансе вероятности, то, что он поднимется и хорошо, как бы здесь, на мой взгляд, все шансы есть. MoneyFlow красный выйдет в зеленую зону. Дождетесь подтверждения. И можно отыграть long по Ascendex токену. Вот. Я лично держу Ascendex токен в марже на этой бирже. В третьем плече, получается. Ну да, вот на 1000 долларов плюс на 2 еще заемных держу Ascendex токен long. Но это дисклеймер, не финансовый совет. Это просто спекулятивная сделка. Поэтому что еще? Как хедж, конечно же, золото, серебро. Лонгую золото на Femex пока в минусе. Ну, закрывал здесь небольшие плюсы. Сейчас уже в минуса, потому что фандинг дорогой. Но, тем не менее, я думаю, что золото, серебро – хороший хедж. И можно их как на Femex, так и на PrimeXBT. На Femex золото можно торговать, а на PrimeXBT можно торговать еще и серебро. Так что вот, подытожить могу лишь тем, что все выглядит очень по быче. По общей капитализации у нас есть повышающиеся пики, повышающиеся минимумы, что является признаком бычьего тренда. Мы уже год стоим на вот этом вот уровне по биткоину, уровне 40-50 тысяч, который с высокой долей вероятности окажется дном следующего медвежьего рынка. Как это было вот здесь и как это было вот здесь. То есть, что это за уровень? Это уровень предыдущего сопротивления, как вы можете видеть, который впоследствии стала поддержкой, и мы улетели еще выше. Здесь то же самое сопротивление, поддержка, улетели еще выше. И сейчас сопротивление. Будем надеяться, что поддержка, и улетаем еще выше. Таким образом, возвращаемся мы точно в этот уровень каждый раз по четырехлетнему циклу. Поэтому, ребята, пока статистически вероятность этого сохраняется. И я хочу вам напомнить, что рынок – это не линейная штука, это хаотичная история. На рынке работают закономерности, но они работают 50 на 50. Также на рынке работает хаос. И да, если вы используете статистику, используете анализ паттернов, какие-то события, которые были уже в прошлом, теханализ, индикаторы – это все работает. Но также на рынке случаются черные лебеди, типа как коронадамп 2020 года, и типа как очень сильные пампы. Соответственно, ребята, глупо говорить о том, что теханализ вообще не работает, и все это рисульки, и это полный рандом. Потому что, еще раз вам говорю, здесь на рынке рандом граничит с системными данными. То есть, если вы видите какие-то сигналы, которые вам говорят за рост или за падение, то они по-любому смещают вероятность в вашу сторону. То есть, да, на рынке может быть хаос, может быть высокая волатильность и движение в любую сторону. Но рынок – это не полный хаос, ребята. Рынки повторяются, как мы видим с вами. Глобально у нас было вот long, short, long, short, и сейчас идет long. И обязательно по-любому будет short. Поэтому, ну, тут что можно сказать? Терпение всем, уверенности. Трейдинг – это, конечно, искусство переобуваться, но не постоянно, не каждые 15 минут, потому что иначе он вас просто побреет. Поэтому придерживайтесь своей стратегии, своего плана. И на экстремальном страхе, ребята, на мой взгляд, надо покупать, на экстремальной жадности продавать. Вот такие вот сегодня мысли. С вами был Гринни, это канал Crypto Commons. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, стопы, тейки. И всем профитролей. Ребята, не забываем, участвуем в розыгрыше от Dreamland. Пока все ленятся подписаться на пару профилей, ваши шансы на выигрыш тузы мунятся. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok